здравствуйте дорогие друзья с вами татьяна башмакова канал ваша дача и сегодня я хочу напомнить о посеве пряных трав и некоторых других растений уже в преддверии осени это можно делать весь август и на юге даже в начале сентября в отличие от цветов многолетних которые так называемые посевы с осени мы еще не опоздали со сроками цветы осенние которые будут зимовать многолетники сеются в конце июля первой половине августа чтобы хорошо укоренились а пряная зелень разные салаты которые быстро растут можно посеять и сейчас вот я сейчас вам показываю мой небольшой огородик на котором я неделю назад посеяла редис редис надо сеять не густо осенью потому что ему надо много солнышка должен успеть выжить я старалась вроде не густо потом оставшиеся семена досыпать вот вы можете видеть за неделю как он сильно как он хорошо подрос здесь же я посеяла два салата тоже старалась не густо салат вот такой вот зелененький от элиты просто написан был салатик очень хорошо и быстро растет если честно я от салата не ожидала такого роста за неделю а вот салон лула руса маленький растет медленно сейчас здесь очень сухо я уже пару дней вообще не поливала стоит неимоверная жара но как я спасаюсь от жары и хорошей схожести это обязательно когда мы 7 летом нужно мульчировать всякими соломками травками маленьким палочками тем с чем у вас есть возможность эмульчировать редис вот можно только вот до такого возраста когда начинают первые листики появляться не прорывать если нет возможности дальше его надо прорывать очень срочно он растет очень быстро и можете видеть где отдельный он вот такой вот сразу куститься и будет завязывать плодики а здесь вплоть до того что вот они как бы наверху эти стебелечки где должны завязываться корнеплоды поэтому срочно прорываю полью и вот так вот рыхлилочкой я подгребу каждый ряд поливать надо хорошо глубоко поэтому я никогда не поливаю сам ряд я всегда поливаю междурядье чтобы вода в ряд просто стекала тогда она сливается в ряд и хорошо глубоко проливается корни соединяется с влажной глубокими слоями земли и все прекрасно базилик не нужно сажать ни второй не третий раз я уже несколько раз срезала его полностью и он опять вырастает базилика одного посева конечно хватает маленькой территории на весь сезон и заготовить и насушить кто любит можно морозить петрушка она двулетняя поэтому естественно петрушка этого сезона тоже прекрасно обеспечивает урожаем с весеннего посева а вот укропу повторный посев в течение всего лета очень даже не помешает я специально ждала пока он хоть немножечко подрастет ну вот за неделю вы можете видеть как быстро то есть схожесть фактически на второй день редис на второй день салат появился дня через три они прекрасно растут вот можете видеть может не очень опрятно поначалу сплошные палочки здесь я не убирала ничего и вот только сейчас начинаю прорывать травку вот она лежит травка которую прорвала чтобы хорошо в жаре не переживать залить один раз перед посевом посеять и не думать в схожести надо обязательно замульчировать всякими разными подручными натуральными палочками и вот вы можете видеть здесь у меня на солнышке укроп его надо сеять на самом солнце и беги сна солнце специально посеяла в разных местах то есть полутень салат и редис и яркое солнце а вот два ряда смешанных посадок тут укропа немножко и салат я думаю они не будут мешать друг другу а так как укроп щас быстро пойдет вверх ему хватит солнышко ну вот лолоросу еще не видно в основном трава лороса растет медленно кроме укропа салата редиса вы можете посеять еще горчицу салатную она тоже очень быстро растет и не надо переживать все эти растения очень холодостойкие выдерживают заморозки и поэтому они успеют вырасти если очень холодно то редис конечно может не вырасти большим клубнем все остальные прекрасно по холоду будут развиваться в любом случае микро зелень вы получите если большие кусты не успеют вырасти а это прекрасные натуральные витамины без хлопот а вот рукколу повторно сеять не нужно ее надо вовремя подстригать чтобы отрастали молодые листья и я к сожалению вовремя не подстригала много оставила на семена и на мне такая вот высокая получилось но все равно вот эти молодые листики очень хорошие вкусные их можно есть просто очень высокие прикрывают немножечко свои цветы своей высотой такой прекрасный витаминный салат индау или руккола весь сезон свежие витамины надеюсь мое видео поможет вас обеспечить свежими витаминами своими натуральными все эти все растения мелко не глубже 1 сантиметра они быстро взойдут и порадуют вас хорошим урожаем а я с вами на этом на сегодня прощаюсь оставайтесь нашим каналом до новых встреч